так идет ли эфир коллеги приветствую я александр молчанов и каждый кто сделает репост этого выпуска в своих соц сетях получит сегодня подарок от вселенной так я чуть не вижу не вижу себя вы меня видите нет здесь я себя вижу а здесь почему-то не вижу так а вы меня видите люди видите ли вы меня до видно и слышно есть я не видел звук есть видео есть запись идет звук оригинала для музыкантов включен так подключайтесь народ пишите что-нибудь в комментариях чтобы меня видите и слышите так друзья о игре ты игорь здравствуйте на следующей неделе выйдет наши с вами интервью так друзья мои видите ли вы меня слышите ли вы меня до напоминают друзья что у нас идет набор на вп деньги на следующей неделе мы его закончим идет набор на сценарий полнометражного фильма а мы сегодня продолжаем наш год денег 25 занятий сегодня мы с вами поговорим о скандале мы с вами последние последние три недели говорили о рекламе и сегодня мы сегодня у нас кульминация этого разговора собственно будем о скандале говорить и вот вы знаете очень многие люди которые занимаются пиаром которые занимаются рекламой они именно на скандале сосредоточивают сосредоточивают свое внимание и считают именно скандал самым главным инструментом на самом деле это не совсем так более того я вам должен признаться что сам я не люблю скандальный пиар то есть знаем любим практикуем да то есть понимаем как работают эти инструменты но я использую его всегда не очень охотно и чаще всего ну так осторожно кисколапкой почему потому что но вот мне это не нравится мне не нравится когда люди пишут в личку сотни каких-нибудь негативных сообщений есть люди которые от этого заряжать мне это неприятно вот поэтому я этого и не делаю как правило но опять же да нужно понимать что просто скандал как таковой он вам продаж не приносит то есть он приносит вам известность вы становитесь известными есть огромное количество людей которые известны но не являются авторитетами для своей аудитории примеры я приводить не буду я думаю что вы сами сами знаете у вас они на слуху вот и поэтому не каждое действие которое ведет к скандалу да она привлекает внимание но не всегда продает да мы с вами договорились о том что наша с вами задача это продавать до коль скоро у нас с вами год денег но я бы расширил это да то есть наша задача не только продавать что-то за деньги но наша задача продавать какие-то наши идеи да то есть убеждать людей в чем-то доносить до людей что-то какие-то наши мысли для этого там мы все и живем да мы что-то делаем что мы продаем за деньги или не за деньги и например если вы просто пишите гадости про своих коллег и думаете про себя о я занимаюсь скандальным пиаром и мне известны такие случаи когда люди прям вот целенаправленно это делают да вот у меня есть коллега я буду его там хейтить или всех своих коллег будут неизвестны такие люди среди психологов и к сожалению по непонятной для меня причине довольно много да вот я их буду хейтить да и это сделает меня известно или известны но на самом деле парадоксальным образом когда вы пишете гадости про коллег вы убиваете тем самым не только их репутацию но и прежде всего свою репутацию поэтому я для себя в свое время установил такое правило что я про своих коллег негативно не отзываюсь никогда не при каких обстоятельствах даже если эти коллеги какие-то гадости про меня пишут да я на гадость не могу ответить но у меня жесткое встроенное ограничение до оскорбить какой-то негатив про коллегу написать я не могу я для себя поставил такой запрет или ни разу не пожалел за это время за там последние лет десять так вот из чего строится скандальные скандальный пиар первое это провокация что такое провокация важно понимать что провокация это не тот случай когда вы делаете что-то что всех бесит да то есть если вы просто пукнули в аудитории да или матом выругались да или что-нибудь такое непристойное совершили да это не обязательно провокация да то есть если вы делаете что то что бесит всех это провокации не является это хулиганство на вас просто против вас предпримут меры дисциплинарного воздействия в зависимости от упоротости аудитории да вам либо морду набьют либо полицию вызовут провокация это когда вы делаете что-то что часть аудитории дико бесит а у другой части вызывает дикий восторг вот это очень важная мысль если нет дикого восторга какой-то части аудитории причем желательно чтобы вот эта часть аудитории которая вызывает у которой ваши действия вызывает дикий восторг она была бы и влиятельной и более сильной и более мобильной да то есть вы провоцируете в провокацию до для того чтобы она работала цинично звучит да но вы должны ее делать что называется на правильной стороне истории и вот понять где находится эта правильная сторона истории да это очень непросто да например вот я я понимаю что это может даже даже в каком описание может вызвать резкую реакцию но попробуем оговорюсь что в данном случае да я чисто на не практическом аптече чисто научном ключе говорю антирелигиозные провокации до например если вы устраиваете какую-то провокацию против христианства например в европейском обществе дарили в каком-то обществе в котором христианство не очень сильно находится в загоне да вот мадонна например замечательные прекрасные любимые нежно женщина она ли очень любит провоцировать против христианство да но и какая-то часть вот это оставшись оставшихся христиан дико бесится по этому поводу она большая часть аудитории такие провокации поддерживает а вот пожалуйста посмотрите да есть более сильные религиозные общества да например исламские на вот и провокации в сторону исламских обществ до в сторону ислама они очень быстро сворачиваются да вот появились кто-то там сделал какое-то действие и очень быстро прекратилось это да почему потому что то часть аудитории которая провоцируется она наиболее влиятельна и она наиболее сильно и она наиболее масштабно на вот то есть не нужно провоцировать против идущего на тебя паровоза вот но важно понимать что провокация это то что раскалывает аудиторию да и вот этот раскол аудитории до аудитория использует начинает использовать ваш контент то чем вы его процесс провоцировать для того чтобы писать другую часть аудитории то есть есть какой-то вопрос неважно какой да сейчас много болезненных вопросов разных да и это тоже кстати одна из тех причин почему я не использую скандальный пиар но с почтением отношусь тем кто это делает потому что это ну вполне себе инструмент и ваш контент с помощью которого вы запускаете провокацию вот та аудитория которая которую это бесит они показывают всем бегают с вашим контентом вот посмотрите что это сволочь написала а вот а другая часть аудитории бегает и говорит вот смотрите наконец-то наконец-то кто-то об этом сказал ну пример естественно опять же да если бы я это не делал да я вообще про это не говорил но пример такого поста провоцирующего у меня был в свое время пост петер пен иди в жопу да в котором я в общем высказывался против вот этого стремления такого к такому безудержному омоложению безудержной молодости и естественно какая-то часть аудитории меня дико хотела по этому поводу а какая-то часть аудитории поднимала на щит и дико радовалась всему и распустой постом сотни репостов получил насколько понятно эта мысль если понятно напишите в комментариях понятно если что-то непонятно то задайте вопрос ребенок у меня там зажигает хочет гулять хочет гулять а папа ведет вебинар понятно окей да вот очень точно ксения пишет как мадонна 80-х пела пробуга да вот именно я именно это имею ввиду идем дальше изъян в контенте который вызывает скандал обязательно должен быть какой-то изъян например привет да это не то же самое что привет понимаете да и ковяренька слепленная в фотошопе жаба напомните замечательный прекрасный мем где наташа мы все уронили да или мем где две девушки делают вот так а в ответ им код делает вот так да то есть это абсолютно как это там это не дизайн вообще да но именно вот кустарность этого этой поделки да она помогает запустить запустить вирус и вот эта корявенька слепленная фото жаба она вызывает больше доверия чем дорого сделанный но скучный арт и скажем есть версии вот этих самых котов есть версии в японском стиле там в каком-то в стиле ренессанса в стиле при рафаэлитов и так далее так далее да это прикол прикольно прекрасно но это не не расходится таким бешеным тиражом как вот это оригинальная корявая фото жаба дальше следующее это знаменитость любая ерунда связанная со знаменитостью вызывает у людей интерес до бродский не поэт сразу становится интересно как это бродский не поэт он же поэт да я в свое время я вам могу даже прям вот кинуть ссылку потому что мне прям сегодня я вспомнил эту историю мне стало интересно пересмотреть эту заметочку вот я вам ее в чат кину заметка коучинг для ольги бузовой как вы понимаете комсомольская правда до самое популярное издание в россии напечатала эту заметку не потому что их интересует коучинг или там интересую я да и люди читали эту заметку не потому что там их получен к интересует или я интересую а потому что интересует ольга бузова да и вот любая новость любая ерунда связанная с любой знаменитостью она сразу же вызывает интерес поэтому если вы можете привязать вашу новость какой-нибудь знаменитости то естественно это все будет работать гораздо лучше есть единственное что это не работает если вы обсирает и знаменитость какую-нибудь да потому что на это на это у людей включается bullshit детектор если он кого-то обсирает какую-нибудь знаменитость значит там все с ним ясно вот а если он рассказывает что-то какие-то секреты знаменитости то это сразу интересно вот дальше следующее действия для того чтобы стать вирусным контент должен призывать к действию да то есть человек должен иметь возможность каким-то образом в этом в вашем скандале поучаствовать написать комментарий например поставить лайк сделать репост пригласить друга включить в дискуссию да то есть сделать какое-то действие поставить хэштег нас танцевать дурацкий танец на сходить вырубить белого до помните был такой флешмоб выруби белого где черные ребята выходили на улицу и вырубали белого да вот такое вот действие я никоим образом не призываю к этому и не одобряю да я вам показываю насколько широкими широким спектром до широкого спектра могут быть эти действия да и желательно чтобы это действие она же и помогала распределять контент распространять контента то есть и репост да он не только человек как бы участвует в этом да но и другие люди начинают подключаться то есть действие автоматически увеличивает что называется заражаемость этим контентом дальше следующий это юмор тут наверное я должен что-то пошутить да но это выглядело бы слишком нарочито поэтому я шутить не буду просто поверьте что вот вообразите что в этом месте я сказал какую-нибудь смешную шутку и вы засмеялись и наконец крючок да то есть конце контент должен цеплять то есть человек должен хотеть находиться в соприкосновении с этим контентом чтобы хотелось пересматривать этот контент хотелось его читать перечитывать хотелось снова видеть эти мемы хотелось его трогать руками есть люди которые реально сохраняют мемы да и пересматривают перелистывают их в минуту жизни трудную до чтобы хотелось вот именно трогать рассматривать пробовать на вкус до каким-то образом взаимодействовать с этой с этим контентом и так теперь внимание давайте придумаем этому название у нас с вами есть провокация изъян знаменитость действие юмор и крючок предложите в комментариях какое-нибудь какое-нибудь название для этой техники так прямой призыв работает или можно к действию призвать через другие механизмы надо тестировать надо все время тестировать вот вы видите у меня уже два месяца до мы делаем проект подарки вселенной подарки от вселенной да там прямое действие прямой призыв к действию сделайте репост вы же далее расскажите как это влияет на встречать сейчас все расскажу и так провокации изъян знаменитость действий юмор крючок давайте придумаем название этой техники давайте так хорошо ладно я предложу раз вы не не можете приправа якорь в провокации молодцы вы молодцы мне очень нравится давайте назовем ее провокативный пиар например я очень рад что в общем практически никто не напрямую не повелся на эту провокацию вы молодцы я вас не ошибся так знать значит смотрите когда идет скандал на скандале лучше не продавать сразу то есть когда вы запустили какую-то провокацию и вам идет бешеный трафик у меня такое было несколько раз вот когда трафик нёсся просто со страшной силой особенно когда ты идет какое-то изменение в алгоритмах соцсетей да и ты вдруг попадаешь в это изменение алгоритма и например твой пост начинать со страшной силой начинают рекомендовать у меня такое было несколько раз и в фейсбуке и на ю тубе в запрещенной соцсети да и в и в контакте тоже такое было да когда вдруг начинает со страшной силой начинает лететь трафик это не с каждым постом происходит но раз в месяц там среднем такое бывает вот в этот момент лучше не продавать сразу же аудитории а лучше рекламировать этой аудитории что-то бесплатное например я могу у меня всегда идет набор на какое-то бесплатное мероприятие да например сейчас у нас идет набор на технологию бестселлера которая будет с 6 марта недельный бесплатный тренинг и соответственно с этой технологии бестселлера я буду продавать курс роман да и соответственно вот такую холодную аудиторию ее лучше закрывать на технологию бестселлера на бесплатный тренинг а они сразу давать им рекламу курса роман потому что человек может купить такое бывало у меня неоднократно что люди просто видели какой-то после тут же покупали курс неоднократно такое было но тем не менее лучше все-таки человека погреть чтобы человек с вами побыл какое-то время до того как купить поэтому иногда я даже бесплатник не предлагаю то есть я просто предлагаю людям подписаться вот вы подпишитесь мне продажи от вас не нужны вот срочно я не голодный мне срочно от вас там 70 тысяч рублей эти не нужны я подожду год подожду два подожду вы сидите читайте готовьтесь морально созревайте матчасть учите буквально сценариста прочитать пишется прочитайте да потом через год приходите через два приходите я вас буду здесь ждать вот так чтобы есть люди которые вот срочно нужны продажи даже нам зарплату сотрудникам заплатить или там вот голодный я мне надо есть у меня нет еды и поэтому мне нужно чтобы вы срочно мне заплатили это сразу же видно когда голодный человек продает соответственно на скандале самая важная мысль на скандале нельзя продавать напрямую нельзя продавать у вас будет потом проблема с этой аудитории даже если вы и продадите да потому что они пришли на скандале они от контента от вашего тоже будут ждать скандал а у вас там может быть ну если у вас там скандал то конечно да но вряд ли скорее всего да потому что как вы работать с ними будете если вы с ними скандалить будете лучше закрывать на подписку или на что-то без насколько понятно эта мысль если понятно напишите напишите в комментарии или если непонятно то задайте вопросы а комменты до комменты стирают скорее всего матерное слово скорее всего работает работают ли подарки вселен конечно работают а как не работают они работают даже даже я даже не ожидал насколько хорошо они работают просто то есть ну и вернее но у меня было некое предположение ну что что они настолько хорошо работают я конечно не не предполагал что перенастройка просто у меня даже у меня да вроде бы прошаренного чувака да вот за два за эти довольно заметная перенастройка очень хорошо они работают замечательно просто вот это же это вот кажется там о легко просто ребят вот в той формулировки в какой они сейчас существуют подарки я к этой формулировки шел 7 лет то есть семь лет разными тестировал 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 до подбирал до наиболее точную точное сочетание того как как все это работает на там одно слово пропусти и она будет работать как-то по-другому вот поэтому конечно меня дико бесит когда кто-то ворует мои флешмобы до ворует мои тексты и просто от своего имени запускает какие-то тоже флешмобы не надо так делать за это конечно сразу же бан и бан будет вечный вот потому что был такой случай когда человек запустил взял просто тащил мой текст и фактически да там одно слово изменив запустил от своего имени флешмоб ну да еще пришел мне похвастаться то что смотрите какой прикольную штучку придумал ну нет это не вы эту штучку придумали вот поэтому она получилась такая экологичная вещь и она прям очень такая резонирующая и она и главное она и мне нравится и людям нравится я с удовольствием эти домики ищу подбираю каждый день но не каждый день у них уже там на на полгода вперед но в общем да я сам точно также делаю также участвую в этом в этом флешмобе вот соответственно вот по этой части по этой части урока я советую подумать и осуществить какую-нибудь скандальную акцию причем вот эта акция должна быть не вот важно да что она скандал это не обязательно негатив вот вот одна из самых важных вещей которые я вам в голову пытаюсь хоть и хочу сегодня вложить например появляется какой-то информационный повод например предлагают это уже не то я просто подбирал примеры каких-то прошлых своих вот этих скандальных акций до лет восемь назад появилась такая идея заменять термины сейчас снова кстати это актуально до заменять иностранные термины русскими аналогами и я составил словарь терминов и наземных него кинематографических терминов заменив их русскими словами например флэшбэк а глядушки сцена действие арка персонажа судьбина тизер присказка протагонист князь антагонист супостат конфликт сейчас сценарист сказатель сказитель сценарий сказ продюсер боярин режиссер воевода кастинг пыталище монтажер резала оператор око-до-око съемочная груш группа души людишки гонорар барская милость аванс этого слова не будет вот составил список слов понятно что это вот простая какая-то вещь которая вот за 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 три секунды там написалось на вот это ну прикол такой и это вызвало дикой дикую абсолютно реакцию огромную до огромное количество людей писала комментарии предлагала придумывала разные слова именно связанные с кинематографическим производством это было очень весело да то есть скандал но веселый дальше флешмоб в конце года я всегда провожу флешмоб что я сделал в прошлом в этом году впервые на вот это же он естественно вызывает очень бурную реакцию потому что обязательно кто-нибудь напишет чего-нибудь такое там не знаю впервые занимался сексом девушка там пишет впервые занялась сексом с двумя мужчинами там или еще что то такое да то есть обязательно кто-то вот что-нибудь такое напишет это тоже начинается обсуждение начинается бурление да это все всегда тоже весело и интересно и при этом в этом нет опять же да есть скандал нет негатива то есть важно чтобы вы понимали что скандал это не обязательно негатив да если вы попадаете в нерв какой-то в нерв темы да то может люди могут участвовать в скандале с огромным удовольствием получая позитивные эмоции а не негативные насколько это понятно или если есть какие-то вопросы то задайте да прям удовольствие когда ждешь какой домик будет следующий раз я каждое утро понимаете их можно запрограммировать да я специально себе оставляю это удовольствие то есть я открываю папочку где у меня домики эти лежат собранные я сижу и выбираю какой сегодня домик мне кажется сегодня надо там вот солнце нет да давайте сегодня мы море выставим какой-то да то есть для меня это тоже такой очень приятный процесс который такой ритуал в начале дня так ссылку на замечательный список да вот же я вам его продиктовал на тело его в этот самый в чат скину в общем более или менее все так хорошо идем дальше нет не пролезает почему-то наверное слишком большой нет слишком большой комментарий не пролезает ладно неважно идем дальше техника безопасности что на что надо обращать внимание для того чтобы ну какие могут быть проблемы и на что надо обращать внимание при использовании скандального пиара первое это не промахнуться мимо ниши неоднократно я такие ошибки делал да когда я писал какой-то пост который может быть даже не скандальный да например запрещенной соцсети в свое время я сделал так тоже он не планировался как скандал да я написал пост устроим перепись психологов присылайте страницы на присылайте ссылки на странице психологов на к на кого подписаться во-первых да там сразу же там несколько сотен ссылок прислали на но пересрались все в комментариях просто вот абсолютно все а этот психолог а этот не психолог а его метод ошибочный и так далее так далее то есть то что не планировалось как скандальная акция в итоге обернулась скандальной акции и при этом в общем то аудитория которая пришла это не моя аудитория да то есть вот все эти психологи их клиенты которые пришли сраться ко мне в комментарии в тот пост да и они естественно подписывались и потом допустим когда я там даже месяцы и годы спустя после этого поста допустим я искал какого-то психолога на интервью для подкаста находил и видел что он подписан на меня да то есть все перед тогда все психологи на меня все основные известные подписались да и по большому счету мне это не надо да то есть это не моя аудитория среди психологов не так много людей которые хотят писать сценарий но есть конечно но по большому счету это не моя аудитория я знаю что и среди вас тоже есть психологи да но по большому счету по большому счету да я не целюсь в эту аудиторию да то есть мне интересно аудитория людей которые работают условно говоря люди творческих профессий работающие в офисе копирайтер и сценаристы да то есть психологи они так фрилансеры на вот а копирайтер сценарист да это человек измученный работой до которому нужна с одной стороны творческая реализация да а сценарная работа дает эту творческую реализацию которому с другой стороны нужен доход какой-то сценарная работа дает доход и немалый да и человеку такому человеку да они как правило там под выгоревшие уже до человеку хочется какого-то смысла в жизни а это дает сценарная работа у психолога и то и другое третье есть поэтому это не моя аудитория вот я периодически делаю что-нибудь для того чтобы набежавших психологов оттолкнуть дальше следующее я понимаю что так немножко обидно прозвучало для психологов которые здесь есть в количестве но тем не менее может быть кого-то из вас это оттолкнет а кто-то наоборот скажу да нет нет я хочу писать сценарий вот александр возьмите мои деньги куда куда платить где мы где вход в мастерскую так следующая опасность это перекормить собой потому что если вы делаете слишком часто какие-то скандальные акции вы начинаете становиться такой притчей во языцах как например приведу пример есть такой замечательный чувак роман масляников да я не обесцениваю его творчество мы с ним знакомы он был у меня на выступал на одной из конференций я к нему с большим уважением отношусь я пока и читал все что он пишет и книги его и курсы какие-то и у него покупал и они прям реально прикольные по скандальному пиару да но тем не менее это уже становится таким мемом да я почитываю телеграм-канал беспощадный пиарщик и bp онлайн приложение к этому беспощадному пиарщик они периодически там пишут прямым текстом да вот скандальный пиар в духе романа масленика да то есть вы дать человек собой перекормил и соответственно да он уже стал немножко такой притчей в языцах да то есть его уже как анекдот упоминают на вот и я этого тоже опасаюсь да то есть я опасаюсь того что про меня будут говорить что понятно это такой бесплатные вебинары в духе александра молчанова да вот перекормить собой это очень очень большой риск и есть случаи когда люди таким вот образом убивали свой бизнес вообще например сейчас я давайте так сформулирует без названия есть некая компания которая занималась в мадридском в мадридском царстве да есть некая компания был такой мадридский падишах до которая занималась неким производством неким обучением да и на пике у этой компании был оборот 70 80 миллионов рублей в месяц и реклама этой компании было везде вот просто куда не сунешься везде отовсюду это тук-тук-тук стучали по стеклу да и и рекламировали а вот и продавали довольно дорого там 300 тысяч базовый продукт стоил на вот и потом через какое-то время я тут смотрел закрытый вебинар основателя сооснователя этой компании где он рассказывал закрытый эфир где он рассказывал о том что происходило дальше а дальше происходило вот что 80 миллионов упали и превратились в 60 60 превратились в 40 40 превратились в 20 20 превратились в 10 10 превратились в 55 превратились в 2 и когда вместо 80 миллионов в месяц они начали а еще тратить же огромные деньги на рекламу да они остановили рекламу и проект я не знаю существует сейчас или нет да а так 3-4 года назад проходу не было везде был везде была реклама этого проекта что случилось перекормили собой а вот наверняка вы тоже такие проекты видели и соответственно да к этому нужно относиться с большой осторожностью я не согласен с утверждением что рекламы мало не бывает да и все что не некролог все рекламу нет это не так абсолютно дальше следующее что можно сделать можно случайно слить какую-нибудь компрометирующую информацию и вы даже не при не предполагаете какая именно информация для вас станет фатальной до например тут один из принцип британских между делом сказал о том что он там убивал людей когда вы его до расстреливал безоружных людей с вертолета ну и все с ним ну как бы все человек со своей карьеры в этот момент покончил до слил компрометирующую информацию на даже сама сама информация может быть если бы она в другом каком-то контексте появилась она бы так ему не навредила да сейчас просто ну он тоже этот принт я их путаю все время всех этих принцип маленьких молодых да все о нем уже как бы как в абсолютно конченом персонажа говорят может быть он конечно выплывет через какое-то время да но на настоящий момент просто абсолютно ноль влияние дальше запретные темы на мой взгляд то что я ну опять же да для себя я считаю это запретными темами вы можете думать иначе есть люди для которых которые умеют с этими темами работать это религия это национальная межнациональные конфликты это политика у нас мастерской эти три темы запрещены нам я запрещаю писать у нас есть такая конституция сценарий мастерской в ней есть пункт в котором я явственно говорю что запрещено писать сценарий в мастерской на темы острых религиозных конфликтов национальных конфликтов политических конфликтов почему потому что в этом на этом курсе на этом же курсе может оказаться человек с другой стороны этого конфликта вот поэтому мы этого не делаем но есть люди которые очень хорошо умеют с этим работать но бог им судья что называется дальше следующая экологичность может прилететь ответка то есть если вы делаете какую-нибудь скандал который задевает чьи-то интересы может прилететь ответка вплоть до того что могут посадить или убить такие случаи тоже мне известно когда люди заигрывались и ну и просто убивали например в 90-е просто убивали у меня друзей убивали которые вот так же ради скандальных публикаций в сми в местных газетах вологодских вытаскивали разные разную интересную информацию а потом человека просто находили подскользнувшимся и в своем подъезде и с разбитым черепом для чего вообще для чего в целом используется такого рода скандальный пиар дело в том что каждый из нас постепенно да все современные соцсети а мы все существуем в мире соцсетей они устроены так что каждый человек замыкается в своем информационном пузыре да то есть вот вы кликайте какие-то статьи пишите комментарии и вам соцсети начинать больше показывать такого материала и меньше показывает всего другого и вы оказываетесь в неком таком информационном пузыре за пределы которого вы выйти не можете и вы видите только то что что называется вам на то что вам показывать так вот это работает и в обратную сторону да то есть человек от которого исходит информация да он через какое-то время собирает вокруг себя какую-то аудиторию да и он начинает в этой аудитории существовать и очень многие люди да они думают что все вот я пишу я пишу в соцсетях я пишу на весь мир а на самом деле они пишут для очень маленькой аудитории в 200-300 человек особенно это видно вот в контакте например где там сразу же показывает охват и да и ты сразу же видишь какая у тебя аудитория вот у меня сейчас аудитория там 10 тысяч человек ну в среднем то 10 тысяч человек в день до при там 40 тысячах подписчиков это совсем немного после аудитории в четверть миллиона фейсбуке ну мне это даже тогда довольно некомфортно с такой маленькой аудитории работать но она зато хорошие очень теплая теплая добрая вот но тем не менее вот пробить этот информационный пузырь изнутри можно либо платной рекламой есть люди это тоже вполне почтенный способ у меня есть коллеги которые тратят например там условно миллион зарабатывает до 300 тысяч в месяц тратит на платную рекламу нормально ну вполне вполне себе путь вот я этого не делаю почему потому что у меня опять же мне ниша очень узкая у меня аудитория очень узкой мне до нее и так в общем несложно достучаться до моей аудитории и соответственно да вот для того чтобы пробить изнутри этот информационный пузырь именно для этого и нужен скандал периодически устраивать такие скандальные какие-то акции для того чтобы за пределами вашего информационного пузыря о вас люди узнавали насколько вам понятна эта мысль если понятно напишите понятно если есть какие-то вопросы то задайте понятно мы пошли мне вас психолог порекомендовала если я правильно понимать да ну например таня мужицкая меня довольно часто рекомендует она в общем-то психолог поэтому всегда же все я же понимаете да я я тоже вас провоцирую так хорошо теперь дальше следующее вот я вас вам советую подумать да тоже задание напрямую давать не буду а то и я вам скажу сделайте какую-нибудь скандальную акцию вы чем хер какой-нибудь устроите до голыми на улицу вы вы видите гениталии приколотите к на красной площади а потом скажите а мне молчанов велел сделать скандальную акцию поэтому я не буду этого делать да я так скажу подумайте над тем можно ли вашей ниши сделать какую-нибудь интересную прикольную и экологичную скандальную акцию на вот а уж будете вы делать ее или нет это уже чисто на на вашей совести оставлю дальше следующая вещь которая очень важная и я бы даже сказал фундаментальная в рекламе эта цель и она кажется вроде бы простой и очень многие люди они в общем с этого и начинают и у меня у меня был интересный спор когда я делал проводил мастер-класс в я сейчас пытаюсь вспомнить в алмате или в астане это было в астане старителем для бизнеса это было где-то года четыре назад и там была девушка интересная причем тоже интересно что девушка не платила за этот курс да это было как это халявный партнерский билет вот она пришла на мой тренинг и я когда говорил о цели она возмутилась и сказал о чем вы таком говорите какая какая цель может быть у компании у компании должна быть миссия яга ну хорошо приведите пример миссии она начинает что-то вот ну знаете вот это абстрактные вот эти слова пустые ничего не значащие до делать лучшую продукцию обеспечивать клиентов тем семь пятым десятым да то есть что то такое что вот человек начинает говорите сразу же мозг отключается да то есть вы сразу же перестаете это слышит вот что такое миссии чем миссии отличается от цели на мой взгляд само понятие миссии очень сильно испортили маркетологи да то есть миссии это что-то что маркетологи продают руководителю компании а руководитель компании потом продает сотрудникам компании да то есть такой через вторые через третьи руки испорченный товар поэтому я советую формулировать не миссию да потому что миссия она всегда такая размытая вот а формулировать цель и формулировать ее более или менее конкретно и как только вы эту цель для себя сформулируете вы сразу же понимаете что делать вы сразу же понимаете как к этой цели идти на вот и дальше эта цель она должна все время уточняться то есть вот вы идете к цели сделайте как сделали какое-то действие смотрите по-прежнему ли вы идете к этой цели может быть другой какой-то я за последние 10 лет свою цель менял несколько раз до одно время моей целью было и она ну это декларированная заявленная цель до создание универсальной системы повышения продуктивности для творческих людей до дальше следующие следующая задача да это создание мастерской в которой мы это эту систему используем мастерская создана система создана да то есть сейчас моя задача эту систему внедрить да то есть внедрить не только в мастерской да а создать какой-то механизм самовоспроизводства этой системы чтобы она дальше уже независимо от меня могла существовать как система станиславского да мне неважно будет ее называть системой молчанова или системой колчанова да важно чтобы сама вот эта система да ее там основные принципы даже не техники принципы да чтобы они существовали потому что они реально очень очень сильно повышают продуктивность творческих людей на вот и насколько эта цель хорошо сформулирована да я не знаю я продолжаю ее докручивать да в какой-то момент может быть я вот она сложится настолько четко что я ее скажу и все скажут о мы хотим чтобы ты этой цели достиг может быть я и так и не смогу ее сформулировать но на мой взгляд нужно к этому стремиться а вот и в идеале цель которую вы для себя формулируете это цель которую люди хотят чтобы вы ее достигли да то есть когда я говорю что моя цель это создание внедрение системы повышения продуктивности творческих людей понятно что люди творцы да они хотят чтобы я это сделал чтобы это можно было там не знаю купить книжку или купить курс прочитать внедрить у себя и повысить свою творческую продуктивность до стать условно говоря стать более талантливым понятно что для люди этого хотят и вот вопрос к вам есть ли у вас такая цель до ваша большая цель которой вы стремитесь напишите сформулируйте ну назовите эту цель если она есть он напишите как что является вашей целью при этом может ли быть целью заработать миллион долларов да может почему нет могут ли люди сочувствовать этой цели могут из спортивного интереса вполне а я сша буддина в свое время он с чего начинал у него была цель заработать я не помню причем какие-то небольшие совсем деньги 2 миллиона рублей за год вот и он создал паблик цель 2 миллиона рублей он у всех на глазах шел к этой цели вот он с этого начал может такой быть может быть конечно почему нет но я не думаю что если вы сформулируете как цель там домик у моря до что люди зачем-то будут вам помогать чтобы вы этот домик у моря получили сформулируйте напишите цель напишите вашу цель на морозе лизнуть металл да понятно только какая доля скандала допустим у каждого своя доля скандала понимаете для кого-то комфортно когда вас выкидывают из помещения физически иван вот вам комфортно будет если вас и забьют и выкинут физически из помещения есть люди для которых это вполне комфортно вот для меня например это было бы не комфортно то есть вы для себя нащупываете вот эту границу анастасия вот хочет на красной площади делать это до стать успешным и знаменитым сценаристом вот смотрите еще раз ребят подумайте вот над чем мы с вами говорим важно еще раз принципиальный фундаментально откуда мы с вами где находимся мы с вами находимся на годе денег да мы с вами занимаемся деньгами деньги не берутся из ничего деньги берутся от других людей да то есть мы с вами с кем-то да то есть деньги не могут возникнуть у одного человека. То есть деньги возникают там, где есть хотя бы два человека. Очень интересную историю Дробышевский рассказывал у меня на эфире, о том, что в каком-то этом самом, а нет, вру, не он рассказывал, это Красавина, Елена Красавина рассказывала, хочу ее позвать, кстати, об инвестициях поговорить. Значит, на каком-то острове какие-то камни специальные, которые невозможно было перемещать, они были большие, они были деньгами. То есть люди договаривались, вот этот камень сейчас мой. А сейчас я у тебя там сделаю тебе что-то, возьму у тебя что-то, возьму этот плод, и за этот плод я тебе дарю этот камень. И этот камень переходит к другому человеку, не двигаясь с места. То есть деньги это нечто символическое. И они могут возникать. Только в коммуникации. То есть если вы не коммуницируете с людьми каким-то образом, через интернет, через переписку, у вас денег не будет. То есть только в коммуникации возникают деньги. И соответственно, для того, чтобы люди вам дали деньги, вам нужно сделать что-то, что будет вызывать у них отклик. И то, стать успешным и знаменитым сценаристом для вас, это цель для вас. А почему я должен вам помогать, чтобы вы стали успешным и знаменитым сценаристом? Мне с того, что? Вот всем людям, сидящим здесь, в этом эфире, что с того, что вы, Олеся Конева, станете успешным и знаменитым сценаристом? Задайте себе этот вопрос, да, и может быть, вы сможете сформулировать или переформулировать эту цель таким образом, что нам станет интересно вам помогать. Стабильный пассивный заработок на определенную сумму. Мне пофиг. Вот, Виктория, честно говоря, мне пофиг, что у вас будет стабильный пассивный заработок. Я пальцем не пошевелю, чтобы у вас это было. Мне это вообще не интересно. И никому из присутствующих здесь не интересно. Я, кстати, допускаю, что моя цель тоже может быть людям неинтересна. Так. Цель донести идею духовной выгоды людям при помощи кинематографа. Может быть. Может быть. Я не знаю, что такое духовная выгода. Здесь есть вопросы, да, и я бы задал уточняющие какие-то вопросы, о том, что вы считаете духовной выгодой, там, и так далее, и так далее. Но в целом, да, ход мысли правильный. Так. Цель настроить денежный поток писать спокойно книги в своем доме. Мне пофиг. Вот вообще, ребят, не обижайтесь, да, но мне пофиг и всем присутствующим пофиг, чтобы вы писали спокойно книги в своем доме. Нам с того, что? Написать бестселлер, стать известной писательной. То же самое. Нам что с того, что вы напишите бестселлер и станете известной писательницей. Найти новые, эффективнее сцены управления бизнесами. Сразу интересно. Поделитесь. найдете, когда поделитесь. Интересно. Да, вот если, Ольга, вот смотрите, если вы хотите писать книги, которые будут читать люди, которые люди бросят свои гаджеты и будут читать книги. Вот это сразу становится интересной целью. Я хочу почитать интересную книгу, которая заставит меня бросить, бросить гаджеты. Такие книги есть. Вот я сейчас читаю Тихий Дон. Да, есть такие книги, которые могут меня отвлечь, художественные книги и могут отвлечь меня от гаджета. у меня нет цели, это основная проблема. Хочу хотеть. Ребят, точка роста. Мы с вами пришли к точке роста. Ищите, какая цель. Так, есть мыслить, как терапевт. Хочу делиться тем, что знаю. Хочу, чтобы люди были компетентны в том, как устроена наша психика и коммуникация. Компьютер может починить специалист, а об отношениях и качестве жизни надо заботиться самим. Надежда продана. Вот такая цель. Интересно. Сразу, да. Да, я хочу, чтобы вы этого достигли. Я хочу вас это приобрести. Купить, скачать, прочитать в книге, на консультации получить. Да, продано. Так, Анастасия, да я понял, я тоже тут балуюсь просто немножко. Так, построить команду, вместе начать бизнес. Пофиг. Вообще пофиг. Ну, мне до вашей команды, до вашего бизнеса, есть у вас бизнес, нет бизнес, мне все равно. Продайте, ребят, я готов покупать вашу идею. Вот я, теплый, разогретый, люблю вас, знаю вас, да, я у вас готов купить вашу идею. Продайте мне вашу идею. Цель, сделать новый культурный феномен. Культурный феномен, Алеша, неинтересно. Прототип фабрика Орхола, интересно. Да, то есть, вот на Орхола я реагирую. Да, то есть, что именно, феномен, он в чем? Да, то есть, если вы хотите создать некое комьюнити творческое, да, в котором каждый мог бы прийти и поучаствовать, в который я мог бы прийти, да, и вы бы меня там, не знаю, научили бы рисовать, скажем, да, мне это интересно, да, или чтобы мы с вами сделали бы какой-нибудь проект, да, чтобы было какое-то пространство художественное, да, где вы бы рисовали, а я бы сидел и делал бы подкасты с вами, да, интересно, сразу цепляет, да, сразу хочется участвовать. Так, создать простую методику, применив которую, женщины становятся в короткие сроки более здоровыми, молодыми, богатыми, дальше все не буду зачитывать, продано, все понятно, сразу классно, продать много моих прекрасных мозаик за много денег. Вот смотрите, опять же, вы ставите свои интересы во главу угла, да, это хорошо и правильно, но для танго нужны двое, да, а что такое будет в ваших мозаиках для того, чтобы люди за них платили деньги. Например, если вы хотите разработать методологию создания мозаики или создавать такие мозаики, которые будут менять экологию в доме, да, то есть делать дом счастливым, удачливость, приносить еще что-то, да, то есть вносить что-то, какую-то нотку, какую-то правильно звучащую нотку в дом, да, сразу становится интересно. Написать книгу о телевидении для студентов. Может такое быть, может быть, хотя тоже здесь лучше конкретизировать, потому что, много кто написал книгу о телевидении для студентов. Даже ваш покорный слуга написал одну книгу о телевидении для студентов. А, собственно, что там, что эта книга должна дать студентам? Чем она будет отличаться от других книг? Так, вернуться в профессию, учить детей, тоже. Вот, ребят, важно, смотрите, вы как бы включите в вашу цель других людей, чтобы это была цель одновременно и ваша, чтобы она влияла на других людей, чтобы люди вашей цели сочувствовали. На самом деле, конечно, может ли быть у человека цель просто эгоистичная? Заработать дом, заработать денег на дом, заработать миллион долларов, стать самым богатым человеком в мире и так далее, и так далее. Может? Может. Наверное, может. Но это будет труднее просто сделать. Гораздо проще сделать, если добиться цели, если у вас будет вот эта большая цель общечеловеческая или там микрочеловеческая, да, для своего города, для своей улицы и так далее, и так далее. Да, то есть у Илона Маска какая цель? Ну, отправить людей на Марс для того, чтобы создать там, создать там запасную цивилизацию на случай ядерной войны. Так. Показать на своем примере, что можно поменять жизнь и создать себе пассивный доход. Может быть. Надо было про цель написать или миссию. Цель. Ребят, миссия абстрактна, цель конкретна, да, то есть миссия, она всегда больше человеческой жизни, да, и она должна быть с таким прицелом, чтобы быть больше человеческой жизни. А цель, она конкретна, вы к ней идете. Миссия определяет направление, цель определяет действие. Так, помогать людям проходить изменения в жизни с помощью нейрографики. Годится. Я здесь даже не буду там процессную, результативную цель. Сейчас все это нам надо определиться, хотя бы, да, хотя бы, хотя бы базу определить. Так. Продолжать продавать стильный товар, продавать, получать доход, чтобы продавцы получали зарплату самую высокую в городе. Хорошо, что у вас продавцы здесь есть, хотя бы вовлечены, да, то есть вы эту цель не продадите никому, кроме ваших продавцов. Но продавцам вы эту цель продадите. Они будут, конечно, участвовать в этом. Так, создать новый некий сертификат качества литературы, чтобы читатель мог понять, что художественная книга читаема. Прикольно, интересно, да, вы открыли литературную критику. Ну, это нормально, и, как бы, и вполне прикольно, интересно. Так, создание и внедрение системы выхода из стресса. Классно. вывести на англоязычный рынок эффективный инструмент трансформации личности. Супер. Помочь большому количеству людей стать здоровее простыми методами. Классно. Помочь людям узнать, что есть продукт будущего, который поможет решить проблемы со здоровьем, не болеть и молодеть. супер. Развить в России качественный коучинг по международным стандартам. Ну, мне кажется, что в России сейчас коучинг заметно круче, чем, что называется, международные стандарты коучинга. Там сейчас, по-моему, все гораздо хуже. За последние 8 лет это прям явно видно. Так, моя цель, как композитора, ресурсной музыки, чтобы указать... Все, понял. Вот, ресурсная музыка сразу продана. Елена, вот, создавать ресурсную музыку. Сразу присылайте ссылку, я готов это купить. Разработать универсальную систему для минимализации неправильных шагов каждого человека при поиске... Сложновато, но, в принципе, понятно, годится. Курс профориентации для творческих людей. Классно. Так, Елена, музыкальный трек, трек... Все, я уже понял. Все, отличная идея. Ресурсная музыка шикарна. Все, создание ресурсной музыки. Классная цель. Сразу же хочется включиться в это. Хочется послушать, собственно, эту ресурсную музыку. Так, хочу проводить царьные церемонии со смыслом. Супер. Можно свою цель типа тех, которые вы зачитываете, сделать частью чего-то важного для людей мира. Так, я дальше не... Вот Анна пишет, мои мозаики метафоричные, мы с заказчиком вместе придумаем персональные образы. Вот понимаете, у вас уже это есть. Да, вот то, о чем я говорю, у вас есть. Но вы это не вытаскиваете. Да, то есть, вы говорите, я хочу продавать мозаики, зарабатывать деньги. Ну, естественно, мы с вами на годе денег для этого и есть. Но для этого вы должны вот это метафоричные мозаики. Все, сразу же продано. Я создаю метафоричные мозаики, которые что-то делают, каким-то образом влияют на клиента. Все, сразу же продано. Так, все, ребят, не буду зачитывать, потому что, мне кажется, вы уже вначале не совсем понимали, что я имею в виду, а сейчас все уже этот самый. Ксения пишет, в России коучинг выше уровня, чем на Западе. Да, но мне кажется, это прям очевидно. Посмотрите на Короля, посмотрите на Мужицкую, посмотрите на, не знаю, на Аню Лебедеву. Я внимательно изучаю все, что делают на Западе мастера коучинга, и мне кажется, что наши уже давным-давно, давным-давно обошли. Так, попрошу Таню Мужицкую отправить ресурсные треки с ее голосом и моим. А я, может быть, кстати, Елена, может быть, я даже видел что-то, что-то из вашего. Мне Таня присылала что-то, а там с Хангом вот это не вы были. Я прям, она мне периодически посылает какие-то, так что, скорее всего, я с вашим творчеством знаком. Хорошо. Итак, друзья мои, вот большая цель, которой люди будут сочувствовать. Насколько это понятно? Вот, исходя из этой короткой демонстрации. Насколько понятна эта тема? Или, если что-то непонятно, то задайте вопрос. Если понятно, напишите, что понятно. Я вижу, у нас час быстро пролетел, а мне вам еще много что надо рассказать. С Хангом мы. Да, мне очень понравилось. Очень классно. Мне прям супер. Можем, надо как-нибудь с этой самой, я на джембе играю, на этом самом барабанчике. Надо как-нибудь вместе замутить какой-нибудь джем. Так, хорошо. Окей, идем дальше. Понимаете, у нас, мы с вами темы очень непростые разбираем и при этом я стараюсь это делать достаточно быстро, потому что нам по сути за год надо пройти целую очень большую серьезную трансформацию. И при этом каждую тему я понимаю, что каждую тему, которую мы поднимаем, можно развернуть в целый отдельный большой тренинг. У меня просто возможности и времени для этого нет. Хорошо. Идем дальше. Идем дальше. Да, давайте как-нибудь при случае поджемим. Задание я вас попрошу, вот исходя из того, что мы с вами делали, да, последние последние три недели, составьте для себя план продвижения, составьте план акций, план действий, что вы будете делать. У вас есть совершенно конкретный список действий, да, вот тогда-то вы напишите книгу, тогда-то вы проведете консультации, тогда-то вы напишите такие-то такие-то посты. Составьте для себя план продвижения, вот потратьте эту неделю на то, чтобы этот план составить. Я не буду у вас, условно говоря, ну, скажем, проверять и корректировать эти планы, почему? Потому что это там отдельная большая сложная работа, да, то есть по большому счету надо это вникать, смотреть, что у вас какое-то самое, да, если захотите прислать, присылайте, но сразу говорю, что я не готов давать по этим планам обратную связь, вот, и дальше определиться с тем, какое первое действие вы можете сделать прямо сейчас, вот по продвижению, ну, давайте так, за эту неделю, какое действие по продвижению вы можете сделать, напишите, да, ресурсный трек с вашим голосом, записать на любую интересную тему, но у меня вот, моего голоса у вас здесь сколько угодно, берите любой кусок и вперед, я со своей стороны готов это попиарить как только возможно, так, начну писать книгу Not Fiction, так, еще раз, ребят, составьте план в течение недели, план действий, все действия у вас есть, да, что делать, я на предыдущих уроках давал, и, соответственно, да, сейчас определить, какое первое действие вы за неделю можете сделать. Кстати, вот что касается цели, я вам советую прямо вот в течение этой недели написать пост о вашей цели, большой, расширенный, подробный пост о том, к чему вы стремитесь, почему вы стремитесь к этому, да, как вы пришли к такой цели, и почему люди должны вам помогать в достижении этой вашей цели. Так, хвост закрою, заказать художнику иллюстрации, план с учетом скандала, да, естественно, с учетом всего перечисленного. Так, закончить перевод на английский методички. Так, окей, хорошо, пока вы пишете. Значит, резюмирую. Да, пока я не забыл, пока вы пишете тоже. Ребят, я напоминаю, что мы с вами два домашних задания. Первое, составить план продвижения на три месяца, и второе задание, оплатить ВП. В конце-то концов, по концу-то концом. У нас там уже больше 100 человек вписалось, но в целом вас здесь явно больше, и опять же, в моей картине мира вы все должны на ВП прийти. Соответственно, ссылка у вас перед глазами, и мы на следующей неделе у нас пройдет задание, занятие по расписанию в 12 часов, какого числа, сейчас я скажу, 27 числа у нас пойдет по расписанию задания, а после этого мы с вами уйдем под воду, и первого числа в 21 час эта среда у нас начнется ВП, и мы с вами там в ежедневном режиме будем хреначить весь март, до 30 марта, и в следующий раз мы вернемся на поверхность 3 апреля. Так, резюмирую. Смотрите, вот к чему я все это рассказываю, к чему я все это веду. Мне не очень нравится слово гуру, но в целом это в общем-то про это, то есть, что такое гуру? Гуру это человек, который является авторитетом в той или иной области. немножко есть какая-то сатирическая в этом какая-то коннотация, но тем не менее не случайно. Тони Роббинс, документальный фильм, про него называется «Я не твой гуру». Но в целом мне нравится в сценарном деле есть такой термин «сценарные гуру». И этот сценарный гуру это вполне конкретный список конкретных людей, которые занимаются тем, что помимо того, что они сами сценаристы, они учат людей писать сценарии, помимо этого они занимаются пропагандой сценарного мастерства. То есть, это такие гуру это не только человек, который сидит на холме и учит людей чему-то. Гуру это человек, который является евангелистом своего дела, то есть, который является проповедником своего дела. И вот эта позиция гуру, позиция проповедника, естественно, она вне конкурентна. То есть, вы становитесь не просто экспертом, вы не просто учите людей чему-то, вы не просто создаете какой-то товар и продаете, вы не только не просто торгуете своей экспертизой, а вы продвигаете свою тему и люди о вашей теме узнают от вас. И у них соответственно отношение к вам в этой теме совершенно другое. Потому что я понимаю, что очень многие люди вообще о сценарном мастерстве узнали от меня. И о том, что сценарий надо писать, узнали, прочитав мою книжку букварь сценариста. Соответственно, моя книжка была на входе в индустрию, а все остальные были уже после. Вот. Соответственно, что нужно сделать для того, чтобы стать гуру? Давайте мы пробежим небольшой чек-лист. Первое. Определиться, про что вы. Определиться, кто вы. Определиться, гуру чего вы. Чем вы занимаетесь вообще. Дальше. Вызвать, выбрать базовую соцсеть. Да, то есть, определить, где вы, где у вас будет основная жизнь. Да, у меня там долгое время это была запрещенная соцсеть, которая Facebook. У многих до сих пор остается запрещенная соцсеть Instagram. И это нормально. Да, то есть, если вам это подходит, это прекрасный, прекрасный, замечательный инструмент. Поскольку я не очень люблю фотографии, люблю текст, да, я сейчас работаю в основном здесь, ВКонтакте. Дальше. Наладить привлечение. То есть, создать некий механизм того, как новые люди будут к вам попадать. Потому что, если этого механизма не существует, платный или бесплатный или трафик, да, рано или поздно, какой бы большой аудитории у вас не была, да, она будет постепенно выжигаться, отсеиваться. И рано или поздно вы упретесь в дно этой аудитории. Дальше. Создать механизм генерации контента, да, то есть, либо самим генерировать контент, либо нанять кого-то, кто генерит контент, либо создать, опять же, некий механизм, там, скажем, у меня нагенерено контента за 10 лет огромное количество. И дальше этот контент, да, в определенном цикле, да, не ежегодно, да, но с шагом там где-то в 2-3 года он повторяется во всех соцсетях. И, соответственно, с учетом того, что аудитория все время меняется, все время новая аудитория приходит, люди видят наши старые посты, они их видят как новые, да, ну и естественно, я постоянно еще добавляю, да, там почти каждый день 1-2 поста новых пишу, да, то есть, наладить механизм генерации контента. Дальше, начать выступать перед людьми, то есть, если вы хотите быть гуру, надо выступать. У Тони Робинса помянутого мною выше, он вообще, он год прорабатывал, тоже год прорабатывал темы, например, у него был год выступлений, когда он каждый день выступал публично. Если у него не было запланированного выступления, он просто шел в ближайшую гостиницу, у них это принято, и там с людьми общался, выступал перед людьми. У меня есть знакомая коллега моя, девушка, у которой тоже она никак не могла пробить потолок, и вот ей, значит, другой наш коллега ей дал задание провести 150 вебинаров за 150 дней. Вот, и она 150 дней каждый вечер проводила продающий вебинар двухчасовой. Иногда на некоторых вебинарах было 3 человека. Но тем не менее, она полноценный вебинар проводила. И к концу второго месяца она вышла на ежемесячный миллион рублей дохода. Дальше, начать преподавать. Например, я говорил вам об этом, например, прочитать какой-то курс или мастер-класс в вашем вузе. Начать консультировать. Например, 50 бесплатных консультаций. Написать книгу, собирать и публиковать отзывы. Например, если отзывов нет, например, проводите бесплатную консультацию за отзыв. Сразу так и говорите. Ребят, бесплатная консультация, часовая, по вашей теме плата отзыв. Делаю консультацию, вы потом пишите отзыв. Потом эти отзывы публикуете. Дальше, создать свое комьюнити, посвященное той или иной теме. Не важно, где, как, закрытое, открытое. Создание собственной системы. В вашей системе что-то происходит. И происходит именно как система. наконец, двенадцатое, это масштабирование. Когда ваши ученики проповедуют ваше учение. Например, мои ученики, очень многие мои инструменты, например, модель станция, моя модель пути героя, они дальше распространяют, естественно, со ссылкой на меня, как автора этих моделей. Вот то, что я вам хотел сегодня рассказать. И насколько это понятно, все, что я вам сегодня рассказал. Если понятно, напишите, все понятно. Если есть какие-то вопросы, то напишите. Напишите. Задайте вопросы в чате. Там был вопрос про влияние скандального пиара на репутацию. Я несколько раз, ребят, об этом сказал, что скандальный пиар может очень плохо повлиять на репутацию. И, соответственно, я в том числе поэтому его практически не использую. да, и соответственно, для того, чтобы там это работало именно как инструмент привлечения, да, вы скандальный пиар используете не для непосредственных продаж, а для вовлечения в некую очень-очень максимально мягкую воронку. Поэтому есть люди, которые вообще не используют скандальный пиар, и все у них в порядке. С репутацией все в порядке. Ок, хорошо. Так, отлично. Мы с вами в час двадцать уложились. На этом все, друзья. Еще раз напоминаю, ВП ссылка у вас перед глазами. Оплачивайте, присоединяйтесь. Увидимся в следующий понедельник на последнем занятии перед ВП. Спасибо и пока-пока.